Первые в повестке кадровые вопросы. Депутаты согласовали на должность начальника правового управления кандидатуру Владимира Садовникова, на должность начальника управления сельского хозяйства Василия Павленко. Серьезные изменения коснулись нормативов градостроительного проектирования. Если раньше на одну тысячу жителей застройщик должен был запланировать всего 40 машиномест, то сейчас на одну квартиру полагается одно парковочное место. Эта инициатива главы Анапы Юрия Полякова поддержана депутатами. Мы приняли решение максимально ужесточить требования к нашим застройщикам, в части касающиеся именно организации стоянок и парковок. Поэтому предложение комитета проголосовать за. Юрий Поляков раскритиковал подход топонимической комиссии в выборе наименований Анапским улицам. На сессии обсуждали название нового проезда в станице Гастагаевской. От частного вопроса глава Анапы перешел к общему. Название улиц я вообще не понимаю, откуда оно берется. У нас свои есть жители, те, которые погибли, герои. Можно называть улицу 19 героев, анапчан. Ну, к примеру, я не знаю. Ничего мы сразу не вынесем и не примем какое-то решение. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов поддержал мнение главы Анапы и рекомендовал архитектуре готовить свои предложения к следующей сессии. Юрий Федорович, сейчас вместе с историками у нас проводится работа в таком формате. Трущенко Александр Иванович, заведующий отделом краеведения, взяли такую инициативу. То есть мы взяли весь перечень улиц, делаем выборку всех улиц, которые названы у нас героями, именно и по России, и что касаемо именно Анапы. И все, что у нас есть, что добавить, мы будем рекомендовать. То есть эта работа уже ведется. Первая сессия, безусловно, задаст тон на весь год. Юрий Поляков подчеркивает, приняты серьезные для будущего Анапы решения. Уважаемые депутаты, я хочу вас поблагодарить. Хорошая сессия. Рассмотрено много интересных и важных вопросов, те, которые в дальнейшем будут влиять на жизнь наших жителей города, курорта Анапы. Особенно это касается застройщиков, кто внимательно слушал, кто был на комитетах вчера, там на фракции были. Все знают инициативу, которую мы выдвигали. Спасибо, что вы приняли ее безболезненно, хотя разные акривотолки ходили. В этом плане, поверьте мне, кто-то через 10, 20, 30 лет скажет спасибо, что вы этим составом приняли изменения в положении. Спасибо. Спасибо.